Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я хочу немножко объяснить. Я живу в Турции и просто перевожу на русский язык новости из официальных источников, то, что происходит у нас здесь в стране. Я не являюсь профессиональным журналистом, это просто мой личный блог. В инфобоксе под видео я оставляю ссылку на телеграм-канал новостей, самые свежие новости из Турции. Подписывайтесь обязательно и будьте в курсе новостей. Так что давайте приступим. Геополитическая. Идет вообще разговор по поводу зерновой сделки, что с ней дальше будет происходить. Первое. Это, естественно, все останется как есть. Будут учтены какие-то претензии неудовлетворенности российской стороны и оставить все как есть, чтобы тот же налаженный путь действовал дальше. Ну, это, скорее всего, маловероятно, да. Второе пункт. Это прекращение зерновой сделки. Ну, тогда проблемы с поставками, возможный голод, недостача зерна в Африке. То есть проблемы, короче говоря. И третий путь. Это односторонние поставки через Европу. То есть в обход России будут поставки. То есть Турция со своей стороны в этой схеме открывает проход по Босфору для вот этих судов. Что приводит к обострению и ухудшению отношений с Россией, на что Турция тоже не готова. В общем, три этих варианта развития. Везде есть страна, которой, скажем так, не будет комфортно. Везде будут какие-то недоговоренности, проблемы, претензии. И у нас здесь такая схема на троих. Россия, Турция и Катар. Получается, как бы задел какой происходит. Турция является организатором поставок. То есть путь организовывают, логистику, зерно российское. А Катар это спонсор, который проплачивает всю эту компанию поставки зерна в Африку. А Катар получает, каждый, естественно, получает свой выгод. Процент с продаж, заинтересованность свою, все выигрыши получаются. Но в этой схеме это абсолютно меняет очень, скажем так, политическую обстановку зерновой сделки ситуации. Это вообще в обход Америки и Европы. То есть у нас, по сути, на чаше весов лежит четыре варианта развития событий. И каждый вариант для каждой стороны хорош по-своему. И какая бы сторона здесь не выбиралась, получается, что Турция практически везде в выигрыше. Кроме того, в вариантах действия ухудшения отношений с Россией. Посмотрим, какое будет решение. Но вообще в турецких СМИ заявляется о том, что рассмотрение сделки Катар-Россия и Турция, они уже происходят переговоры вот сейчас, прямо на этих выходных. И к понедельнику, ко вторнику будет какой-то результат. Очень интересно. Что вообще людей в стране сейчас, в Турции, на этой неделе больше всего интересует? Я хочу отметить, как житель страны. И замечая, делая анализ социальных медиа, медиапространства, здесь очень активна тема иммигрантов, нелегальных мигрантов. Давайте будем разделять, да, не те, кто приехал, живет там, легализуется, получает документы, ВНЖ оформляется, а нелегальных мигрантов. Обычно это страны Азии, это Сирия, Афганистан, вот все, все это направление. Как замечается эта обостренность? Очень много просто интернет-полницей социо-медиа, то есть это Инстаграм, в ТикТоке, много-много видео по поводу, как поймали нелегальных пересечений границы. Видео в соцсетях от тех, кто их перевозит, как они хвастаются, скажем так, выручки свои, сколько людей они сегодня через границу перевезли или перекинули. Буквально за эту неделю несколько видео похожих, где в городах уже в турецких открывается просто фургон, грузовик большой, из него просто толпой человек 50-60 выбегают в разные стороны люди посреди города турецкого. То есть их перевезли нелегально в грузовике, открыли им двери, и не просто как, знаете, муравьи такие разбегаются во все стороны кто куда. Очень часто это комментарии водителя, который открывал этот фургон, типа, а теперь бегите в разные стороны, куда, короче, подальше вы меня, типа, не знаете. Конечно же, это всех возмущает, им очень много у вопросов, у граждан, то судачица обсуждается, у граждан вопросов к политической партии, вообще, что типа происходит, где порядок, что с этим вообще делать будете. Подогревается тема религиозная, очень много стычек, в социальных медиа есть видео стычек, когда светские турки, например, конфликтуют в общественных местах, у них часто та женщина с закрытыми женщинами. Из-за внешнего вида, жить по религии и так далее, такие темы поднимаются. Общество тут делится за тех и за тех, да, вот это разделение в обществе. И бывает еще видео, вот я в прошлый раз, кстати, об этом упоминала, в торговом центре в Стамбуле, когда арабская иностранка, ему, как сказать, женщина, я не знаю, да, были у нее документы, нет, что она легально, нет, ну, скорее всего, легально, она была с покрытой головой, и там тоже был конфликт религиозно-политической формации такой. Вот это религия, тема мигрантов, это все к политической власти в данный момент сводится, да, мы вспоминаем обещания, которые были на выборах, какие речи там толкались, да, люди все это вместе, скажем так, объединяют, и их негодование, недовольство в общей массе копится. Появляется очень много видео различных, которые порочат преступления различные нелегалами, иностранцами, которые в стране происходят. Буквально вот в Шанлы Урфа два дня назад это действительно произошло, какие-то иммигранты, как говорится в новостях, сирийские, они изнасиловали пятилетнего ребенка турецкого. Люди вечером это произошло, все узнали, их задержали, арестовали, но люди вышли просто в протест, они эту компанию, кто был с этим сирийцем, вообще этих людей там нашли, били, самосуд начинался, полиция вмешалась, но когда их даже задержали, люди не остановились. Вот это негодование, недовольство людей, оно огромных, знаете, масса имеет. Люди начали беспорядки, в итоге в Шанлы Урфа были протесты, ночью людей разгоняли теми бронзбойтами водой, полицейские, подключили много нарядов в полицию. В общем, к утру эта вся история утихла, но всю ночь были беспорядки массового характера в городе, город не маленький. И вот таких историй, когда там кого-то изнасиловали, здесь кого-то обокрали, кого-то побили, что-то такое, этих маленьких роликов в социальных сетях сейчас стало за последнюю неделю очень много. Очень много, с другой стороны, роликов, когда бежит полицейский, догоняет какого-то мигранта, у которого проверяли документы, он побежал, а турок, например, подставил подножку, человек упал, а вот он задержали, что-то такое. Посмотрим, к чему выведут такие новости, такие истории, но нагнетание атмосферы в обществе очень чувствуется. То есть это самая активная тема, которая вот за последнюю неделю обсуждалась между людьми, судачились, обсуждали. Не забываем про экономическую ситуацию, и вот буквально на днях набрало очень много просмотров и комментариев, возмущенных людей, видео, где в Стамбуле у нас есть базары, которые приезжают, то есть, например, каждую среду в таком-то районе, в таком-то месте, на такой-то улице перекрывается движение, там открывается, разворачивается базар продуктовый, одежду продают продукты, фрукты, овощи и так далее. Передвижные базары назовем их, это муниципалитет организовывает. И вот после таких двух базаров, разных абсолютно европейско-азиатской части Стамбула, было заснято видео, опубликовано в ТикТоке, как продавцы, которые не продали за день товар, выкидывали и утилизировали. Но товар это овощи, там помидоры, брокколи, огурцы, абсолютно годные к употреблению, то есть днем их продавали, они даже не испортились никак. А потом их утилизируют, там прям видео, как в глубокий контейнер с мусором, выкидываются просто ящики помидор, которых еще парочку часов назад могли люди приобрести, которые огурцы, брокколи и так далее. И у людей огромное возмущение, почему вообще не налажена система по утилизации, почему сами продавцы, например, если государство не наладило эту систему, не догадались поделиться этим с малоимущими, с какими-нибудь приютами, я не знаю, с домами престарелых, которые тоже есть, но они на гособеспечении. Но в любом случае накормить людей, которые голодны, не выбрасывать еду, очень огромное возмущение, потому что достаточно сейчас людей, которые считают свои деньги, свои копейки, ходят в магазин, на чем-то экономить, с чего-то отказываются, чего-то себя лишают. То есть экономическая ситуация очень острая, видите, как выбрасывают еду, довольно-таки большой резонанс это вызвало, возмущений было очень-очень много. Но хочу отметить, что в принципе в культуре у турок выбрасывать еду у многих людей больших городов, это даже норма, потому что здесь очень часто выбрасывают хлеб. Вы, если бы видели в Стамбуле, уличные собаки, они на хлебе живут. Хлеба здесь очень много, как бы хлеб здесь всему голова, но его очень не берегут, так как там очень много добавляется дрожжей, он быстро черствеет на следующий день, теряет свою форму. В общем, хлеб это продукт одного дня, по сути, насыщенный, он же черство, невкусный, теряет свои свойства. Поэтому хлеба выбрасывается очень много. То есть где-то расточительно к продуктам относятся, где-то нет. Но сейчас в такой экономически нелегкий момент, конечно же, к продуктам питания турки заметно стали относиться более бережно и стали более экономными. По итогам июля у нас угрозилась статистика по недвижимости, продажи жилья в Турции увеличились еще на 17%. Лира падает. В долларах у нас, естественно, в валюте продажи жилья происходят ценники. Но, тем не менее, для Европы, для всего мира, жилье на берегу моря, например, или в крупном городе, типа как Стамбул в мегаполисе, оно соотношение цена-качество очень хорошее, типа а-ля погодные условия питания, фруктов, овощи, климат и стоимость жилья, если мы берем там доллары. Но при этом за июль месяц на 17% повысились продажи по сравнению с прошлым годом. Но на первом месте в июле месяце по покупке недвижимости были россияне, не европейцы. Хотя сейчас у нас Анталия продолжает бить и корты посещаемости. Буквально каждую неделю мэр Анталии заявление делает о том, что у нас опять превышен порог, мы в день обслужили столько-то самолетов, столько туристов приехали, столько-то расселили. Страна полнится. Очень много туристов в этом году. Анталия вся забита абсолютно всеми. Никто и на ПМЖ приехал там все, потому что сезон, и много европейцев приезжают. Потому что даже из курортных стран, там Италия, Испания в этом году немало туристов. Просто у меня в этом секторе родственники работают, и как бы я знаю, что говорю, да. Больше европейских туристов, потому что для них сейчас Турция естественное западение лиры, экономическая ситуация. Турция очень дешевый курорт, для них в Турции дешево. Несмотря на то, что цены поднимаются, это модели, это уже, например, для россиян, в связи с экономической ситуацией и курсом валют в России, да, это дорогое удовольствие, для европейцев нет. Также с поднятием тарифа в стране еще увеличились у нас платы за штрафы ГИБДД. И вот на данный момент самый популярный штраф, который есть у нас, превышение скорости и непропускание пешехода на зебре. У нас полицейских очень мало на дорогах, или жандармерия обычно в провинции стоит. В Стамбуле не очень много проверяют, в основном иностранные машины, или по какому-то заказу они работают. То есть они отрабатывают подозрительные какие-то определенные направления марки машин, там, ну, короче говоря, на что-нибудь там разнарядка пришла. А обычно у нас все нарушения ловят камеры, они потом приходят вам по адресу письма счастья. Так вот, сейчас на данный момент с повышением тарифов, штрафов, на данный момент в Стамбуле стоимость штрафа непропускания пешехода на зебре практически 2000 литров. Но хочу отметить, что если штраф оплачивается в течение первых 15 дней с момента нарушения, то на него дается скидка в размере 25%. Действующий мэр Икрем Имамалу, Стамбула мэр, заявил официально о том, что он будет баллотироваться в мэрские выборы, которые пройдут в 2024 году. В следующем году уже начинается потихоньку разворачиваться предвыборная кампания. Почему это важно? Вообще многие думали, что он не рискнет из-за давления, попытки организации уголовных дел на него. Вообще были разговоры о том, что Калыч Даролу должен свою партию покинуть, что он по сути обещал себе проиграть, то я уйду, но он не уходит. И была такая возня на эту тему, что мэр Стамбула хочет стать на его место и открывать дорогу молодым. Там уже какие-то собрания, заговоры на эту тему были, встречи партийные. Но, как видите, он оставил эту игру и решил направить свои силы на морские выборы. Посмотрим. Но при этом выгрузилась еще статистика по поводу доверия. И у него рейтинги упали за последнее время. Ну, в принципе, как демократы себя показали на выборной кампании президентских, неудивительно. Раньше его процент был гораздо больше людей, которые в Стамбуле за него проголосовали. Вот на данный момент средств сейчас еще до организации агитации какой-то, предвыборной кампании, у него процент гораздо существенно меньше. И давайте до последних немножко новостей наших из стран СНГ. Таксисты, вообще-то проблема таксистов, она актуальна по всей стране в Турции. Вот в данный момент организованной группой людей. Это из стран СНГ, люди, которые переехали в Анталию, в Аланью. Это украинцы-россияне. Казахи там не были замечены. Может быть, и белорусы есть. Но, короче говоря, почему именно украинцы-россияне? Потому что номера на машинах украинские и русские. В общем, что произошло? Люди организовали, нелегально не уплачивая налогов, свою кампанию, назовем так, такси. Можно вызвать такси для своих. Гораздо дешевле по фиксированному тарифу. Не то, что на рынке сейчас у турок есть какие предложения. По QR-коду. Они расклеены на остановках, на столбах на улице. Если вы не знаете, в Тантале такси вызывается, на столбах есть кнопочки. Нажимаешь, ждешь, когда подъедет такси из депо. Ближайшего каждого района. Ну и там мини-микрорайона. Они расклеили свои QR-коды везде. И, скажем так, наши знают о том, что по QR-коду можно выйти на приложение и заказать, короче говоря, такси своего водителя. И, конечно же, их отлавливают. И даже свой сервис наладили, что была зафиксирована машина-эвакуатор, сломанная машина такси иностранным номером. Эвакуатор. Короче, эвакуатор был с украинским номером. И машина, которую эвакуировали, тоже с украинским номером. Представляете, внутри в стране, не уплачивая налогов. В общем, в этом все повязаны. Кстати, вот говоря про дружбу России и Украины, пожалуйста. Все это сообща делается. Власти на данный момент над этим работают. Пытаются вылавливать, если так можно выразиться. Запретить это, штрафовать. И вообще сказали о том, что если они будут ловить нелегально работающих иностранцев, неоформленных, никаких рабочих виз, разрешений и так далее, будут депортировать. Там сначала штраф идет, а потом депорт. Скорее всего, будут уже жестче применять закон в этом плане, потому что все уже устали. Просто таксисты сбунтовались, назовем так. Очень крайне возмущены местные таксисты. Там для того, чтобы открыть таксопарк, не просто машин купить, обеспечить работу, водителей нанять, обслуживание техническое машин делать. Для того, чтобы все это организм вложить в это деньги, ты еще должен, как руководитель, скажем так, купить лицензию на владение автопарком и такси. Эта лицензия очень дорогая, стоит она миллионы лир. То есть вообще владельцы такси, это очень богатые люди, это очень дорогой бизнес. И там, естественно, своя, скажем так, монополия существует. Поэтому буквально 5 лет назад Uber в Турции не задержался, потому что таксисты платят огромные лицензии и траты, автопарки открывая. А тут Uber с этим свободным таксованием, так назовем по приложению. Поэтому Uber вытеснили. Таксисты бастовали, стреляли друг друга и Uber-цев. В общем, они вытеснили с этого рынка, так и не позволили. И на законодательно потом уровне пролоббировали закон. По сути, Uber запретили как таковой. Есть приложение, можно заказать, но к вам все равно приезжает обычное желтое или голубое такси, а не частник, который таксует. Буквально на днях 16 августа в городе Испарте, это провинция Анталия, была зафиксирована самая горячая погода, градус, который вообще за всю историю наблюдения этого города существовал 40,5 градусов Цейса. Это очень много. А вообще в Стамбуле критическая норма воды, запасов природных воды, их остается буквально на 30% в источниках. То есть огромная засуха, очень мало дождей. Дождей, вы знаете, погода очень жарко и душно, ветер, но при этом закрытое небо, облака, но как такового дождя нет. Если он проходит, он очень минимальный, мизерный. Это просто крохи, которые падают на землю с неба. Это недостаточно для того, чтобы восполнять запасы природной воды в городе для жизнедеятельности. Надеюсь, что скоро к нам придет дождь и станет немножко полегче. Спасибо за ваше внимание. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео в соцсетях, отправляйте своим друзьям, знакомым в WhatsApp, например. Это очень помогает продвижению канала. И YouTube видит, что видео популярное и будет предлагать его большему количеству зрителей. Спасибо. Скоро увидимся. Всем пока. Продолжение следует...